Три месяца, можно так сказать, два с половиной, и был в церкви, мы вместе служили, трудились в Бургасе, в Варне. Он пел песни, исполнял на корейском, на английском языке. Сегодня я тоже хочу попросить, чтобы он спел напоследок, потому что на этой неделе, во вторник, он уже уезжает из Стамбула. Потом со Стамбула полетит на Лос-Анджелес, где он живет и служит. Вот, я хотел сегодня пригласить Саймона сюда. Саймон, можно? Давайте поприветствуем. Раз, два. Я хотел Саймону задать вопрос, он у нас был, да, о том, что, ну, во-первых, есть ли у тебя какие-то слова к нашей церкви? Может, у тебя к нашей церкви есть какое-то послание? А во-вторых, вот у меня просьба коротко, вот, пастор Шайман, он не любит, что его называют пастором, он обычный простой раб Господень. Вот, смиренный, смиренный, да, аминь. Вот, и он, вот, я, например, был во многих странах, я был в более чем в 30 странах. Вот, Саймон не просто был, он там жил, то есть он жил, какое-то время жил в Южной Корее, какое-то время жил в Израиле, ты жил немножко, по-моему? Был, только на 30, и был, а, ну, ну, почти, вот, ну, жил в Америке, жил в Казахстане. Я хотел, вот, вот, у тебя есть возможность сравнить, вот, сегодня, Саймон, вот, мне интересно, где ты видел, в большей степени, в каких церквях ты видел какого-то такого хорошего библейского послушания? Когда, вот, церковь двигалась, вот, в послушании Господу, стройно вот так выдвигалась, что работала как одна единая команда, вот, выдвигалась, какие-то победы были, очень много людей приходило ко Христу Иисусу. Как ты вот мог бы вот так вот, как-то оценить, вот, те страны, которые ты знаешь, ты жил в них? Конечно, в Южной Корее. В Южной Корее. Да, в Южной Корее верующих очень много, и они уже достигли, наверное, такого духовного уровня, что послушание не требуют пасторы от верующих, они просто идут в послушание, зная о том, что пасторы о них заботятся. Да, и, конечно же, там я получил огромную благодать, даже на 3SD, например, ну, вот, кто-то же был, да? Там настолько вот эта организация, да, на высоком уровне, да. Спасибо большое, слава Богу. А если по иерархии, потом кто? А? Потом где послушание... По иерархии? Ну, там, где ты был, конечно, там, Америка, Казахстан. А потом... А потом в Израиле. А потом... А потом Болгария. Хорошо. Уговорили, слава Богу. Вот, все-таки Болгария, все-таки слава Богу. Ну, и теперь, вот, как бы, исходя, что ты можешь вот о нашей церкви сказать? Тебе у нас понравилось, или, может быть, у тебя есть какое-то слово... Очень хорошая церковь, да. Мне очень было уютно, комфортно. Единственное, хочу пожелать... Ну, как и везде, по слову, да, молодому поколению почитать, уважать старших, да. Старшим, старшему поколению, конечно, хочу пожелать быть здоровыми, счастливыми. И, конечно, ну, проявлять заботу к молодому поколению, показывать пример, да. Да, и молодым, конечно, не забывать, что они тоже будут в свое время старшими, поэтому тоже их это... Да, это участь их ждет, да. Да, чтобы они проявляли по максимальному уважению, конечно, к старшему поколению, также заботу, послушание, потому что, действительно, тот, кто еще не был родителем, да, ну, еще не понимает, насколько, да, высока ответственность, да, у старшего поколения заботиться и взращивать подрастающее поколение. Поэтому мы, я, для меня, например, пастор, да, является более старшим и уважаемым, и почитаемым. И, ну, и для всей церкви, конечно, хотелось пожелать, чтобы все любили, уважали пастора, потому что он заботится, он заботится, он любит церковь, да, и Божью, и он посвященный пастор. Да, вот такое мое желание. Спасибо большое. И Саймон напоследок хотел нам спеть песню. Послушаем его. Да, как часто мы узнаем тогда, да? А, ну как. Ну, еще хотелось всех поздравить с наступающим Рождеством, да, Новым Годом. Желаю всем, конечно, счастья, радости и здоровья, да, чтобы никто не болел, не кашлял, все друг друга любили, да, как повелел нам Иисус Христос. Аминь. Порой любовь играем, грехов не замечаем, а в сердце боли пустота. Господь простит любого, он исцелит больного, наполнит сердце добротой. Его любовь. Его любовь святая живет и побеждает, приносит радость и покой. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет себя. Приди к Иисусу и скажи, я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. И что святая кровь Христа спасет тебя. Давайте мы благословим брата, да? Хотим его благословить? Аллилуйя. Давайте прострем руки. Аллилуйя, Господь, мы благословляем нашего брата Саймона. Мы его очень сильно полюбили, Господь, очень. Вложи, Господь, многим из нас, Господь, молиться за брата, где бы он ни находился, чтобы, Господь, его служение было благословено, Господь, чтобы ты вознес его в свое время, Господь, во славе Твоей, используй этот драгоценный сосуд для Твоей славы, Господь, Отец, Астана, слава Тебе. Пусть через него, Господь, люди спасаются, Господь, исцеляются и сегодня, освобождаются, Господь, и воскрешают, Господь. Спасибо тебе, дорогой Господь. Пусть, Господь, через него, Господь, просто проходит Твое слово, Господь, Отец, слава Тебе. Благослови его семью, благослови его род, до тысячи родов, как Ты обещал, Господь, Ио будет имя Твое благословено, Господь, Аллилуйя, Отец. в этом роду, в этой жизни, Господь, на этом человеке, Господь, Отец, Санна, слава Тебе. Мы продолжаем в Нем разум Христов, те же чувствования, что Вы, Христ Иисус, и познание воли, благое, угодное и совершенное, и что Господь, Он прямо в самом центре Твоего естества, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец, имеет общение, воспитая святых всемогущим Богом. Господь, Отец, благодари и отдели Его полностью и целиком без остатка для Своей славы. Молились. Молитва, согласие во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Будь благословен, брат. Аллилуйя. Благословен. Мы коротко помолимся за финансы, за приношения.